Проект «Читай быстро» представляет главной из книги Малкольма Гладуэлла «Переломный момент». 10 основных фактов. Подписка, пожалуйста, незамедлительно. Поехали разбираться. Факт номер один. Социальная вирусология. Информация о подобной эпидемии, распространение моды, новостей и трендов происходит по сценарию. До определенного момента наблюдается рост, случается переломный момент, затем следует спад. С медицинской точки зрения инфекции способствуют носители, вирусы и среда. Перемены в одном из факторов ведут к переломному моменту. Три компонента социальной эпидемии. Информационную эпидемию формируют факторы. Закон малого числа. Прилипчивый фактор. Обстоятельства. Каждый пункт способен повлиять на наступление переломного момента. Закон малого числа. В эпидемии не работает принцип Паретта. Тут критически малое число людей способно кардинально изменить картину происходящего. Обычно идеальный распространитель информации – это человек с большим количеством контактов. Рецепт успешной группы по закону малых чисел. Согласно закону малых чисел Гладуэлла, великие перемены начинаются с деятельности малой группы людей. В этой группе должны присутствовать следующие представители. Объединители, знатоки, продавцы. Подробнее о них можно прочитать по ссылке на обзор под этим видео. Пятый факт. Прилипчивость, а не назойливость. Успех рекламы зависит от того, насколько информация привлекает внимание и цепляет. Привлечь внимание можно с помощью персонализации и вовлечения зрителя в процесс коммуникации. Вовлеченность – ключевой фактор, работающий на пользу рекламодателю. Шестой факт. Однотипность – залог успеха. В 70-х годах было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что дети прекрасно воспринимают информацию, даже когда их внимание не стимулирует постоянно. Это открытие позже адаптировали под взрослую аудиторию. Во власти обстоятельств. Подобно тому, как у вирусных эпидемий есть сезонность, информационное заражение зависит от среды. Согласно теории разбитых стекол, беспорядок стимулирует преступность. Там, где царит хаос, люди не чувствуют себя в безопасности. Восьмой факт. Фундаментальная ошибка в понимании людей. Поведение – неперманентная величина. Во время оценки поведения людей нужно учитывать характер и качество в комплексе с социальной ролью. Например, одна и та же женщина может быть начальницей, женой, матерью и вести себя иначе в разных ситуациях. Эффективность числа Данбара. В социальной среде с тесными связями информация распространяется молниеносно и закрепляется в сознании надолго. Формировать среду можно искусственно. Считается, что у человека может быть 150 близких людей. Именно такое количество наиболее эффективно для распространения вашей новой бизнес-идеи. Рассказывайте о ней и всем. Заключительный факт. Устранение переносчиков. Гладуэлл говорит, что для профилактики опасной моды курения среди подростков достаточно избавиться от одного из компонентов социальной эпидемии. Например, снизить прилипчивость, уменьшив дозу никотина. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, незамедлительно подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Малкольма Гладуэлла «Переломный момент» вместе с «Читай быстро». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!